Всем привет! Вспоминая отечественный фантастический фильм «Черная молния», первым делом перед глазами представляется тот самый ГАЗ-21 Волга. По сюжету автомобиль обладал сверхъестественной технологией, дающей возможность совершать полеты. Кинематографический экземпляр внешне представлял собой классический седан, но Волга, о которой пойдет речь далее, стала бы воплощением идеи и добавила куда больше популярности фильмов. Соорудить из классической модели адекватный автомобиль, да еще и в спортивном стиле, задача далеко не из простых. Помимо старого ГАЗ-21 и финансовых средств, требуется наличие хорошей фантазии. Данная же Волга выглядит более чем эффектно. Прежде всего автомобиль избавили от всех хромированных элементов, что добавило ему серьезности и представительности. Как таковой передний бампер здесь отсутствует, его роль исполняет фальш-панель, находящаяся позади радиаторной решетки. На этой же панели лаконично расположились противотуманные фонари и номерной знак. Взглянув на передние крылья, можно заметить более широкие колесные арки, с антуражными воздухозаборниками позади них. Особенно стильно смотрится теперь капот, который также обзавелся модным воздухозаборником. Задняя часть автомобиля проработана несколько меньше передней. Плавники обзавелись тремя парами круглых фонарей и подвеской на крыше багажника. Очевидно, что новая версия не осталась без технических изменений. Донором в этом случае выступил японский седан Toyota Crown. Предоставив свои шасси и ходовую часть, под капотом вместо штатного газовского мотора теперь располагается двигатель от той же Toyota, который при объеме 3 литра обладает 220 лошадиных сил. В паре же с ним работает японская автоматическая коробка передачи. При оформлении салона владелец видимо решил оставить некоторые черты оригинальной советской «Волги», которые узнаются по передним обводам панели. Классические круглые часы здесь также штатные. Приборка и прочие элементы принадлежат Toyota. Обшивка салона выполнена кожей в кремово-бежевых черных тонах и выглядит достаточно презентабельно. И что самое главное, данный выдающийся экземпляр был выставлен на торги еще в 2017 году. Очевидно то, что «Волга» обрела нового владельца уже в первые дни после публикации объявления. Друзья, а как вам данный автомобиль? Хотели бы себе приобрести такой? Пишите свое мнение в комментариях, так же не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Всем спасибо!